Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, профессор, доктор философии Всеволод Кача у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да. Напомню нашим радиослушателям, может быть, те, кто не знает, что вы в Балтийской Международной Академии возглавляете вот... Программу. Программу, так назову. Программу, всё, что связано с маркетингом, рекламой и связью с общественностью. Ну, эта тема связи с общественностью весьма актуальна, и мы всегда вспоминаем о имидже, репутации и, может быть, даже бренде, когда происходит какой-то скандал, какой-то негатив, и все думают, как из этого выйти, ну, по крайней мере, те, кто оказался в центре этого скандала. Вот что вы говорите своим студентам, насколько велико значение вот в бизнесе, не знаю, бренда, репутации, вот, может быть, с этого мы начнём. Ну, видите, я думаю, что немножко акценты в последние годы изменились. Когда-то, лет, наверное, 10-15 назад было очень модным употреблять этот термин public relations, связи с общественностью. Сегодня мы больше говорим о дигитальном маркетинге. Хотя, конечно, нельзя говорить вообще о маркетинге, не говорить о рекламе и public relations. Тот, кто изучал маркетинг, знает, что классическая формула 4П, то есть продукт, место, где мы его реализуем, цена и продвижение. Вот из этого и складывается комплекс маркетинговый. И вот, конечно, реклама и пиар занимают, ну, как бы, финальную, так сказать, стадию в этом комплексе в плане последовательности реализации. Но от них, от этих составляющих очень многое зависит в том, как формируется отношение. Отношение к товару, к организации, к лидеру, к стране, к чему угодно вообще. Поэтому вот эти специалисты, которых мы готовим, на самом деле это специалисты по общественному мнению. И вы правильно совершенно подметили, что вот пока, так сказать, не случится что-то такое, а об этом имидже, о репутации, тем более о бренде, о том, что он может быть такой сомнительный бренд, и не задумываются. А вот когда что-то случается, тогда да. Да, вот конкретно такой пример, вы, наверное, тоже, наверное, слышали эти новости, и последние новости последних недель, это все, что связано с выводом мусора. Все закончилось в Риге таким грандиозным скандалом, и вчера правительство даже ввело чрезвычайную ситуацию в Риге. Хотя еще ничего не случилось, но из той серии, ну, может случиться, поскольку старые договора с теми, кто вывозит мусор, уже закончились, новые невозможно заключить из-за того, что Совет по конкуренции вмешался. Но вот, не вдаваясь в юридические подробности, всегда возникают такие вопросы, я думаю, что сейчас те, кто оказался в центре скандала, сами думают, что же они недоработали, я не имею в виду юридические, с точки зрения связи с общественностью. И тут можно сказать, одни сказали, вы знаете, ну, недоработала сама Рижская дума. Коля, она вот такой проект, скажем так, ну, поддержала, был открытый конкурс на 20 лет, победила компания. И вот Рижской думе нужно было озаботиться тем, чтобы и жителей проинформировать, может быть, даже и правительство проинформировать, и средства массовой информации. Другие говорят, что нет, но это задача самих коммерсантов, раз они выиграли этот тендер, они должны были все усилия приложить. И не в последний момент, когда уже все стало горячо, а вот раньше. Вот как тут поделить ответственность, вот на ваш взгляд, если такую можно быструю экспертизу дать, в чем же тут ошибка произошла? Ошибка произошла на самой ранней стадии. Для того, чтобы знать, что говорить правительству, что говорить Рижанам, что говорить СМИ, что говорить вообще всему свету, нужно сначала изучать ситуацию. Какова ситуация в реальности? Вот что в ней такое, что можно улучшить здесь и сейчас сразу, а что, например, такое, что сразу не изменишь. Но все равно мы должны знать, что это есть. Заниматься затем, как бы двигаясь в двух направлениях. То, что мы видим, позитивное, то, что можно сделать, или то, что делается, это позитивно, это нравится людям, это нравится власти. С этим будут согласны широкие слои общественности через СМИ. Об этом нужно рассказывать и говорить. Но очень важная вещь – это вот то, что опасно, то, что существует как негативное, и то, что нужно стремительно исправлять. Но для того, чтобы мы могли исправить, мы должны в деталях знать, что плохо, а что хорошо. Поэтому любая такая технология маркетинга, рекламы и пиар начинается с так называемых маркетинговых исследований. Когда разными способами, разными методами, это и опросы, и наблюдения, например, посещение каких-то сайтов, или, например, какие-то форумы, что говорят люди, вот это должно постоянно отслеживаться, должен вестись мониторинг. Но как раз в этом-то вся и загвоздка, что очень часто руководители стремятся сэкономить на этом, думая, что они и так это знают. Был такой специалист когда-то в Америке, Пен Дрейс такой, он говорил, что нужно привить будущим маркетологам такую черту. Они должны быть критически мыслящими. Потому что они будут сталкиваться с руководителями, с фирмами, с хозяевами компаний, которые им будет казаться, что они все знают. Он по этому поводу сказал. Есть такая максима. Видя перед собой бревно, опасайся, не крокодил ли это. Вот эту черту привить маркетологам, рекламистам, специалистам по общественному мнению, это очень важно, чтобы они доводили до хозяев, до начальства то, что нужно детально разбираться в ситуации. Очень хорошо подмечено, потому что у нас много есть разных пресс-секретарей. И кто-то работает из серии, он получает зарплату, ему сказали написать пресс-секретарей, он напишет. Ему не сказали, он не сделает. То есть я так понимаю, что вы все-таки стараетесь студентам привить, что этого мало, просто быть исполнителем. Совершенно верно. Вот недавно были опубликованы новые исследования того, как развивается в мире маркетинг. Ну, обычно многое говорят о том, что вот как нужно креативно подходить, придумывать всякие способы, как заинтересовать это. Это все замечательно, это действительно важно. Но очень важно также иметь в виду то, что тенденции в маркетинге таковы, что акценты смещаются с выходов, так сказать, то есть с того, что мы говорим, что мы показываем, что мы делаем, такого практического, чтобы быстро повлиять на людей. Они смещаются в направлении входов. Не output, а input. То есть информация, которая могла бы быть важной и определить, каким должен быть товар, какой должна быть услуга, кому она будет интересна, кому не будет интересна. В этом вот все дело. Вот мы знаем, что подготовка специалистов по маркетингу, по общественным отношениям, это все относится к социальным наукам, к социальным знаниям. Но мы знаем, что в последнее время такая модная тема пинать вот эти социальные знания и говорить о том, ну сколько же нам надо, там, не знаю, маркетологов, социологов, политологов и так далее. Но вот все-таки вот как вы чувствуете, и вы, наверное, общаетесь потом с выпускниками, вот те, кто заканчивает вашу программу, они находят работу по специальности? Абиб, все работают так или иначе по специальности, причем именно по направлению маркетинга, реклама. Это востребованное? Это востребованное. Это мало сказать востребованное. Вот мы недавно провели анализ работ, которые защищаются, ну, направлении, допустим, управления бизнесом. Очень много работ, так или иначе, связанные именно с маркетингом и, скажем, с какими-то программами продвижения товаров, услуг и так далее, и так далее. Это же очевидно совершенно, что проблему производства товаров, создания услуг человечество давно решило. Сейчас вопрос в том, как это продать, так сказать. Ну, как можно продавать? Можно, конечно, бездумно расхваливать этот товар или услугу. Это уже не всегда работает. Но это не работает. Дело в том, что рекламе не верят. Человек стал очень критическим мыслящим, осторожным. Он устал от этих потоков информации, он запутался в них, и поэтому сейчас важно как раз другое. Важно, чтобы он получал правдивую информацию, очень адресно, по поводу того, что вот сейчас именно, допустим, могло бы быть ему интересно. И в этом направлении развивается маркетинг, так называемый дигитальный маркетинг. Поэтому мы в этом году, наверное, одни из немногих в Латвии, кто открыли модуль специализации в рамках нашей программы, которую назвали дигитальный маркетинг. Век сейчас такой, да. А в чем особенности дигитального маркетинга? Чем он отличается от обычного? Ну, дигитальный маркетинг – это общение и изучение целевых групп любых путем использования средств интернета, мобильной связи. То есть любое посещение человека оставляет след. То есть фиксируется, кто это был, какие у него интересы, и тогда можно делать отклик на это. Таким образом получается, что эти новые ресурсы, они позволяют не только экранные ресурсы продвигать товары, продукты, какие-то организации, идеи, все что угодно. Но они же являются одновременно как раз тем, о чем мы говорили с вами только что. Средством мониторинга общественного мнения, интереса, ожиданий, потребностей людей. В этом все дело сейчас. Да, но если мы говорим, если еще такой, можно так потребить такой термин, такой глобальный маркетинг, даже не маркетинг, даже глобальная связь с общественностью. Ну, вот пример у правительства сейчас, в общем, такой яркий пример, идет дискуссия по бюджету. Ну, это всегда, особенно сейчас, когда там новое правительство, новый парламент, такой уже первый нетехнический бюджет, а полноценный. И вот, я так понимаю, у политиков тоже всегда возникает дилемма. С одной стороны, там, век открытости, пять партий, они между собой конкурируют, одна боится, что если она промолчит, другая расскажет, возьмем, и они проиграют в этом плане. Они будут все время играть как бы вот уже на вторых ролях. И уже господин Кайнич, премьер-министр, постоянно повторяет знаменитое выражение, по-моему, Бисмарка о том, что вот так же, как колбасу, всем не показывают, как ее делают, так, в принципе, и бюджет или политику, не все нужно показывать. И тут возникает, наверное, дилемма, может быть, и даже для специалистов по общественным отношениям, а что в этой ситуации делать? Или, может быть, действительно не выносить до поры до времени, пока о чем-то не договорились, ссоры, сбы, да, чтобы там не портить репутацию, с одной стороны. Или рассказывать все открыто, ну, да, есть, конечно, в этом и какой-то негативный момент, но, по крайней мере, публику подготовить к чему-то, ну, может быть, принятию, что называется, непопулярных решений. Вот как поступить в этой ситуации? Ну, очень интересный вопрос, мне кажется, такой фундаментальный, он касается, я думаю, как политики, так и вообще любой ситуации. Любой, да. Любой ситуации. Безусловно, конечно, когда мы говорим, что вот эта открытость, прозрачность, это великая ценность в установлении межличностных, межкорпоративных и прочих отношений. Власть в обществе, да. Да, да, да. Есть такая теория социального обмена. Вот эта теория является основой вот такого подхода, что надо быть открытым. Дескать, я встретил моего журналиста, я ему улыбнулся, он мне улыбнулся. Произошел обмен. Устанавливается социальный контакт, который перерастает в взаимоуважительные социальные отношения и так далее. Да, да. И с одной стороны, казалось бы, это так. Но мы же прекрасно понимаем, что на самом деле, на самом деле есть конкуренция. Поэтому, я думаю, в ваших вопросах содержался и ответ. Если говорить все подряд, все открыто, мы можем даже нанести ущерб этим людям. И себе, и другим. А себе наносить ущерб – это просто глупо. Следовательно, получается, нельзя быть абсолютно открытым во всем. И прежде всего, конечно, когда речь идет об интересах очень многих. Потому что правительство так или иначе все-таки заботится о большинстве. Это один такой момент. С другой стороны, конечно, то, что можно говорить, нужно говорить еще раз. Подчеркну здесь. С какой целью? С целью взаимного какого-то обмена информацией для поиска наиболее оптимального решения. Если такие отношения будут даже среди конкурентов. То есть, взаимоуважительные отношения, партнерские отношения. Ну, пока мы это не всегда наблюдаем. Политика с этим сложна. Хотя, как мы знаем, президент соседнего государства большого постоянно говорит «наши западные партнеры, наши западные партнеры». Я думаю, его консультанты по паблик релэйшнс научили его этому. Дело в том, что бывают разные отношения. Бывают асимметричные и симметричные. Вот партнерские – это симметричные. Он все время говорит «не какие там наши конкуренты, противники». Да, именно партнеры. Потому что он прекрасно понимает, что складываются балансы интересов. И если этого баланса нет, если одна сторона хочет перетянуть на себя одеяло слишком много, возникает деформация, асимметрия. А это идет в разрез со всеми вот этими принципами, о которых мы говорили. Устойчивые, взаимовыгодные отношения могут быть тогда, когда есть взаимоуважение. Вот похоже так. Да. Вот еще есть такие аспекты имиджа и репутации, может быть. Ну, если это конкретно примере, ну, мы знаем партию единства, которые на каком-то этапе уже чуть ли не похоронили. Потом они сделали так называемый ребрендинг. То есть они поменяли название, попытались даже поменять имидж, поменяли лидеров. Но это сработало. Как в долгосрочном плане мы еще пока не знаем, но вроде бы сработало. Им даже удалось, имея самую маленькую фракцию, получить премьерский пост. И вот всегда, наверное, возникает такая дилемма. Вот если, условно говоря, репутация исполчена, как поступить? Ну, видимо, есть три варианта. Закрыть, условно говоря, контрол, да, для лучших времен. Есть второй вариант – сделать вот такой ребрендинг, поменять название, обновить руководство. То есть не мебель менять, как в том анекдоте. Есть, конечно, третий вариант – не знаю, так все поменять, что на 180 градусов. То есть и программу, и вообще название. То есть взять актив или в бизнесе, взять партнеров, уйти, создать вместо фирмы X фирму Y. Вот когда это нужно делать? Когда еще есть возможность сделать ребрендинг? А когда репутация так исполчена, что бесполезно это будет, там, новое единство, старое единство, без разницы. Ну, должен сказать, что здесь надо вот с этими терминами разобраться. Потому что если, понимаете, каждый термин, он фиксирует какой-то смысл. Да. То есть мы вкладываем в него смысл. Вот эти термины имидж, репутация и бренд, они взаимосвязаны. И между ними вот складывается такой треугольник. Как бы забота ежедневная об имидже, неважно, лидера, индивида, организации или тех, которые продают товар. Борьба за имидж ежедневное, же частное, она является такой накопительной работой. То есть создается основа для формирования устойчивого имиджа. Что такое имидж? Имидж – это образ. Где он, этот образ? В сознании людей. И когда образ сегодня хороший, завтра хороший, то формируется устойчивый хороший образ, который таким образом и осознается и индивидами, и социальными группами, и он плавно, так сказать, перерастает в репутацию позитивную. То есть, короче говоря, борьба за, ежедневная борьба за позитивный имидж вылится, вероятнее всего, в хорошую репутацию. А когда сложилась репутация, она является феноменом социальным, который, так сказать, имеет долгосрочную перспективу. То есть, хорошую репутацию нельзя одним каким-то промахом, просчетом испортить. Она складывается часто даже годами или даже десятилетиями. Вы можете себе представить, что в Швеции, например, есть программы пиаровские, которые длятся десятилетиями? Например, они сформировали репутацию шведов как народа своего, который заботится о лесах своих. Леса там растут не так быстро, как у нас. Скалистая почва. И репутация создалась. И репутация создалась. Теперь, когда есть репутация позитивная, она, конечно, требует кое-каких еще таких знаков. Вот этот знак и является тем, что дает поток ассоциаций в сознании, и это называется бренд. Бренд – это состояние души людей, а не значок. Значок – это только, как бы сказать, крючок, на который репутация вот цепляется, что ли. Поэтому, конечно, знак важен. Раскручивать знак, там, лого. Да, но то, что и за ним стоит. Но самое важное, конечно. Поэтому я студентам иногда говорю, вот скажите, я вам сейчас, я рисую обычно на доске значок «Опель», значок «Вольксваген», «Ауди», «БМВ» и «Мерседес». И прошу расставить рейтинги этим значкам. Знаете, к сожалению, оказывается, «Опель» всегда на последнем месте у этого значка. Почему? Да потому что непонятно по каким причинам у нас сложилась не очень хорошая репутация у «Опеля». Хотя это, конечно, скорее всего, какой-то стереотип, заблуждение. Потому что многие, кто ездит, так особо не жалуются. Но что касается того, что если репутация, например, вот стала такой, какой стала, ну разрушена она, ну что дальше? Тут есть варианты. Дело в том, что тут есть специальные технологии. Например, то, что имидж должен быть пластическим. Что это означает? Это означает, что вот у этой партии, которая потеряла свое место, ей что-то от старого своего состояния надо сохранить позитивно. И на этой основе наращивать что-то новое. Опять же, говорю, бороться ежедневно за свой позитивный имидж. Всеволод Качан, профессор, у нас в студии. Привемся буквально на пару минут рекламы, потом вернемся в студию. Продолжаем работу в прямом эфире. Профессор, доктор философии, руководитель программы, маркетинга, рекламы, связи с общественностью Балтийской Международной Академии. Еще раз добрый день. Добрый день. Все-таки такой вопрос хотел задать. Я думаю, что, надеюсь, это слушают и многие выпускники Балтийской Международной Академии. И, кстати, те, кто слушал ваши лекции в Латвийском университете. Но вот философия относится к тем предметам, которые многие студенты боятся, не будем скрывать. Потому что все-таки какие-то знаменитые высказывания философов, какие-то основы философии надо знать для того, чтобы вообще сдать предмет философии. Все-таки, поскольку вы действительно для вас родной предмет, вы преподаете много лет. Все-таки, если философски посмотреть на мир, есть две концепции, и они, наверное, применимы к общественным отношениям, что люди все-таки с течением времени меняются. Я не имею в виду по одежде, меняются. Есть другая, наверное, концепция, может быть, даже философская, что, в принципе, человечество за эти века в основных своих появлениях не изменилось. Да, ну, может быть, мы сейчас, не знаю, не ваворы, там не едим людей, так сказать, и так далее. Но, в принципе, не знаю, привычки, подходы, взаимоотношения, они вот не поменялись. Вот если так вот философски на это посмотреть, какая концепция вам более близка? Ну, видите, если говорить о моем философском отношении к жизни, к миру, и вот к таким серьезным идеям, о которых вы сейчас спросили, я, во-первых, должен сказать, что я приверженец философии Карла Поппера, который был, как известно, критическим рационалистом. Что это означает, критический рационализм? Это означает следующее, что любая идея, которую выдвигает человек, она зависит не только от того, какая была у этой идеи эмпирическая основа, то есть какая фактическая информация легла в основание этого, личный опыт или там наблюдение чего-то. Она всегда, эта идея, содержит еще и момент определенной вот интуиции человека, связанной с более широким опытом. И так, короче говоря, любая идея в момент ее выдвижения, она не бывает идеальной, она всегда чуть-чуть, так сказать, ущербна. Так называемый принцип фалибилизма. Это означает, что любую идею мы можем улучшать, совершенствовать. Надо сказать, что Поппер говорит в этом смысле только об идеях. Но мы можем, я думаю, это отнести и к самим процессам. То есть я думаю, что теория эволюции, или лучше говорить гипотеза, или принцип эволюции, он, безусловно, так сказать, работает. Реальность такова, что мир меняется, безусловно. И люди все-таки меняются? И люди меняются. Человек живет дольше, человек больше знает и тому подобное. Вместе с тем, что касается, например, нравственности человеческой, ну вот в самых базовых принципах социально-нравственных запретов, ну здесь, наверное, какая-то инвариантная структура все-таки сохраняется. Но вместе с тем, надо сказать, что и там, по-видимому, происходят изменения, просто не так динамично. Вот представьте себе, 17 век, времена Фрэнсиса Бэкона, в Англии, в Лондоне люди могли умирать от чумы, например. Проезжает карета, те, которые в этой карете могли и не обратить внимания. Это считалось совершенно естественным нормальным событием. Умер и умер себе. Таким образом, получается, что, конечно, мир изменчив, мир эволюционирует. Только мы не должны быть, я думаю, столь наивными и думать, вот как, например, некоторые ранее, что вот мы точно знаем этот вектор, в каком направлении мы движемся. Мы знаем только, что меняется, что происходит рост знаний, формируются новые какие-то программы, политические, поведенческие, другие программы. И все зависит от того, как мы их реализуем. И здесь важна вот технология так называемой социальной инженерии, социальная инженерия, социальная технология. То есть, мы должны эти программы опробировать. Когда-то Лев Толстой, не будучи поперианцем, до Попера он жил, но прекрасно понимал, что есть вот идеи, есть желание их реализовать, но есть, как бы сказать, живые организмы, к которым мы эти идеи можем применить. Я не буду это работать или нет? Да, и это большой вопрос. Например, он был знаком с теорией Маркса и говорил, конечно, это звучит очень впечатляюще и, так сказать, дает надежды, но давайте посмотрим, как это собираются делать наши марксисты, если они будут это внедрять по всей бескрайной территории Российской империи, как бы это ни вылилось во что-то печальное, но он как в зеркало глядел этот. Таким образом, я думаю, что мир изменчив, человек может понимать это и действовать соответствующим образом, но надо помнить о фалибилизме. Да, вот это интересно, вы сказали, что мир изменчив, я думаю, что это относится, я не знаю, к образованию, в том числе к высшему, современному, потому что вот мы говорим, и я там со знакомыми, там, не знаю, студентами, школьниками, да, понятно, что они живут вот в телефоне, да, в этих смартфонах, да, и когда дают им какие-то знания, они зачастую говорят, ну а зачем вот это зубрить, зачем вот это знать? Ну, гугл нам поможет, да, вот мы залезем в гугл, отсюда все почерпаем, всю информацию. Вот вы тоже меняетесь как преподаватель, что-то по-другому смотрите на эту ситуацию? Вы знаете, вот мне очень нравятся ваши вопросы, это настолько серьезный вопрос вы сейчас затронули. Дело в том, что в последние годы в Латвии в высшем образовании произошли существенные изменения. То, что вы сказали, что молодежь не может жить без гугла, без своего смартфона, без компьютера и так далее, это так. И я думаю, бояться этого не следует. То, что обвиняют студентов, что они очень часто стремятся не столько изучать конспект, записанный на лекции или книгу, а лезут сразу в поиски информации, это просто нужно учитывать и использовать. И это во многом делается. Это даже не вред, а благо, да? В каком-то смысле, да, совершенно верно. В Латвийском университете, например, существует замечательная система, которая называется LUIS. Latvia Sunnvestatis Informativa Systema. В ее основе так называемый Moodle. Это такая платформа, которая есть не только в Латвийском университете, и у других вузов. И она дает возможность преподавателю находиться в постоянном контакте со своими студентами. Вот ты приходишь на занятия, ты прочел лекцию, слайды своей лекции, потому что сейчас обычно всегда преподаватели используют слайды, чтобы более наглядно было, чтобы студент мог не только слышать и записывать, но и видеть еще. Все это выкладывается в этой системе, и студент может в любой момент выйти и посмотреть, почитать, познакомиться с этим. Кроме того, туда мы обязаны выложить и основные тексты для изучения, а также контрольные вопросы. А далее контроль того, как работает студент, также осуществляется через эту систему Moodle. В Балтийской академии, например, это сейчас реализуется. Есть две программы, которые имеют даже дистантную форму обучения. То есть человек может жить, например, где-нибудь там, не знаю, в Австралии или в Канаде и учиться в Балтийской академии. Проблем никаких нет. Каких-никаких проблем нет. У меня, помню, был студент, который говорил, вы извините, вы только не забудьте вот этот материал выложить на лекцию. Я же улетаю на работу. Я говорю, а где вы работаете? На вышке, которая добывает газ. Буровая вышка. Я в Норвежском море. Я говорю, чем вы живете? Вы бурильщик? Он говорит, нет, я повар. Так что и повар, который работает на бурильной вышке, может пользоваться интернетом и готовиться к семинарам и так далее. Кстати, различные технические возможности есть. Например, вебинар, когда мы обсуждаем с группой, которая находится где-нибудь там в другом городе, в Даугавпилсе или в Лепой. Мы имеем возможность с ними общаться в формате вебинара, например. Ну, по скайпу, да? Скайп-консультация. Ну, это вебинар, это почти то же самое, что скайп. Но экраны вас видят и вы общаетесь. Они видят, да, 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 совершенно верно. То есть, вот эти обвинения студентов в том, что они злоупотребляют своими вот этими устройствами, гаджетами, это часто исходит от тех, которые сами не очень-то в этом разобрались. Поэтому боятся просто люди этого. Но быстро всё меняется, и я уверен, что все вузы Латвии на достаточно высоком уровне этими технологиями владеют преподаватели, я имею в виду, профессиональные преподаватели. И за этим, на мой взгляд, будущее. Вот поскольку в Бартийской международной академии учатся не только студенты из Латвии, есть и иностранные студенты, вообще как-то отличаются иностранные студенты? Я не имею в виду там родным языком, я имею в виду, вот, ну, не знаю, может быть, какие-то у них есть другие подходы к обучению. Вы знаете, у нас очень много разных студентов. Ну, вот я могу назвать, у нас студенты были и есть из Азербайджана, немного из Грузии, из Казахстана, из Узбекистана, ну, из России, из Украины. К сожалению, очень мало из Беларуси почему-то, из Эстонии бывают, из Финляндии, из Германии. Вот был прекраснейший студент у нас из Германии такой, Микаэль, прекрасный студент. Он на английском, наверное, иди. Нет, вы знаете, он из этих немцев, ну, которые когда-то его родители эмигрировали, он не особенно блестящий, но владел русским языком. Из Казахстана, видимо. Да, когда-то они уехали из Казахстана в Германию, из Израиля, вот, мальчики у нас есть, два парня хороших очень. Я не замечаю никаких особых таких, знаете, ну, каких-то этнических или каких-то там других особенностей. Они достаточно дисциплинированные. Вот мне кажется, вот это, пожалуй, их отличает всех иностранцев, что они понимают, что они не могут здесь, ну, оступиться, потому что это слишком дорого стоит, приехать в Латвию, учиться здесь. Поэтому они очень добросовестно относятся к занятиям, выполняют все. В общем-то, знаете, это, я думаю, для Латвии большая перспектива. Должен сказать, что в университете Страденя, по моим сведениям, очень много студентов, прежде всего из Европы. Из Европы, из Германии. Из Германии, да. Вот возвращаясь, может быть, к тому, с чего мы начали, об общественных отношениях, ну, я понимаю, что вы готовитесь, так можно сказать, вот специалистов public relations широкого смысла, потому что мы никогда не знаем, где человек будет работать. Совершенно верно. Кто-то в министерстве, кто-то в частной фирме, кто-то, может быть, не знаю, в правительстве, кто-то будет помогать политикам в формировании вот их имиджа и общественных связей. Вот, наверное, по этому вопросу, я думаю, где бы человек ни работал, выше перечисленных, да, все равно, наверное, всегда возникает такой вопрос, такая дилемма, может быть, да, профессиональная. Или говорить, ну, скажем, общественности, партнерам, клиентам, да, ну, наверное, для политика речь идет об избирателях, всю правду, это одна концепция. Вторая, что-то недоговаривать, ну, не врать, но что-то о чем-то умолчать. Третья концепция, иногда говорить, ну, не могу сказать ложь, но вот то, что политик, то, что избиратель или клиент хочет услышать, да, вот как вот тут найти дилемму, где баланс, условно говоря, правды, ну, лжи, может быть, не лжи, полуправды, где найти этот баланс, потому что, ну, политик, наверное, мы можем сколько там его не уговаривать, наверное, мало у нас найдется политика в Латвии в том числе, которые всегда говорят правду и только правду. Ну, во-первых, мы касались немножко этой темы выше, я сразу же скажу о таком принципе. Ну, вы знаете, вот я говорил выше, что начинается любая работа в области маркетинга, рекламы и пиара с анализа, с исследований. На этих этапах исследуются не только целевые группы, но и сама организация, потому что идея позиционирования организации состоит в том, чтобы найти позитив, о котором мы можем тут же рассказывать целевым группам, тем, которым это интересно. Для этого, кстати, надо знать эти целевые группы. Кроме того, мы должны знать наших конкурентов, потому что и они могут предлагать то же самое. Ну, и вот в результате вот этих сравнительных анализов мы отбираем то, что мы можем доносить до публики. Но мы говорили, что всегда предмет содержит в себе что-то нежизнеспособное, слабое, плохое и так далее, и так далее. Вот этот негатив весь мы отслеживаем, и тут, конечно, возникает вот ваш вопрос. Стоит ли об этом рассказывать? Нет, нельзя. Принцип такой гласит, что никогда не говори о себе плохо, это за тебя сделают твои партнеры. Это первое табу такое. То есть лучше просто промолчать, чем рассказывать о том, что, знаете, мы хорошие, но вот у нас есть вот такие недостатки. Об этом не надо говорить. Над этим надо работать и исправлять. Что касается того, в каких ситуациях что именно сказать? Безусловно, здесь без специального дозирования информации нельзя обойтись. Не надо вываливать все. Не надо вываливать. Люди эмоциональны, люди переживают. Поэтому, конечно, нужно беречь людей. Вообще специалист по маркетингу, рекламы и пиар, его часто вот называют, знаете, ну таким социальным инженером, допустим, и так далее. Но есть и другие образы. Он еще и такой своеобразный врач, что ли. Он занимается деятельностью, которая может нанести ущерб. Принцип не навреди. Да, не навреди, тут действует, безусловно, принцип. Следовательно, нужно так подходить, стремясь сбалансировать, что ты скажешь, в какой ситуации и в каком порядке. Вот здесь, наверное, такая смежная тема, может быть, и философская, и, может быть, практическая. Вот тоже я всегда общаюсь, когда общаюсь с политикой, одни говорят, что нет, ни в коем случае нельзя оправдываться. Тебя в чем-то обвинили. Если ты начинаешь, не знаю, оправдываться, это выглядит очень нехорошо, что ты в чем-то виноват, раз ты оправдываешься. Вот действительно, что по этому поводу, не знаю, может быть, говорит, не знаю, там, мировая философия. Нужно ли вообще оправдываться? Ну, видите, вот это слово оправдываться, оно должно быть определено. Если речь идет о том, что сложилось недопонимание, человек вел себя определенным образом, сказал что-то, вот приходит сейчас на ум почему-то эта история, помните, с Лаймой Вайкулой, когда она сказала, что в Крым она не сможет поехать, потому что вот наша страна, страна Евросоюза и тому подобное. Но ведь она же не имела в виду, что она кого-то хочет обидеть крымчан, например, или... Или что она вообще не признает, так сказать, Крым как часть России. Об этом даже речи не шло. Она хотела просто сказать, что она законопослушный человек, что она, ну, не может вот взять ни с того ни с сего вдруг, и, скажем, вести себя каким-то образом таким, что это вызовет с другой стороны какую-то реакцию. Да, нравится нам это или нет. Да, то есть иногда нужно не торопиться, по-видимому, с действиями, найти более оптимальный способ, как сделать то, что ты хочешь. Это вот замечательно. Помните, это уже, наверное, хрестоматийный случай. Это было когда конец 80-х, перестройка, гласность. Я думаю, люди среднего и старшего поколения помнят, но это уже стало хрестоматийным, когда женщина во время телемоста с Познером сказала, что у нас секса нет. На самом деле она вырезали просто так, неудачно получилось. На самом деле она сказала, что у нас как бы он замалчивается, ничего о нем не говорят, как будто его нет. А, естественно, она стала таким, вот даже жалко женщину, она стала такими, по крайней мере, всесоюзным посмешищем, потому что, говорит, как же, ну как, дети рождаются, что ты несешь вообще? Она совсем не то имела в виду. Она говорила в таком, в общественном, просветительском смысле, а получила, что она вот какие-то глупости сказала. Ну вот поэтому наверняка надо здесь сказать, что вот это слово «оправдываться», оно такое немножко эмоционально носит такой оттенок действительно негативный, но внести ясность, разъяснить, аргументированно показать, что, допустим, произошло недоразумение. Не имел в виду этот политик или эти политики вот такую-то и такую-то реакцию. Поэтому нужно, наверное, стремиться показать, как можно было бы исправить это, прежде всего, с тем, чтобы снять вот эти недоразумения. Я думаю, если бы на этом глобальном уровне чаще встречались вот лидеры таких вот, так сказать, держав вроде как Китай, там Америка, Россия, Европа и так далее, то вот в этих встречах, мне кажется, есть возможность, ну, как-то разъяснит все-таки свою точку зрения. Ну, это лучше, чем такая заочная племя, как мнение. Безусловно. Потому что, конечно, СМИ играют такую роль, большую в формировании отношения. Очень часто политик, извините, журналист сам не разобрался, и он стремится тут же сказать то, что он услышал краем уха, не разобравший в существе дело, и это обрастает всякими новыми слухами. И вот как снежный ком такой может привести, конечно, к каким-то неприятным реакциям. Да, у нас мало времени, так вот быстро у нас эфир проходит, буквально два момента. Может быть, в догонку к тому, что вы сказали замечательный пример Слайма Вайкула, но есть другой ответ, может быть, короткий, не знаю, согласитесь выяснить или нет. Может быть, и это относится к Вайкулу, ко всем нам. Может быть, иногда не стоит высказываться на ту тему, в которой мы как бы некомпетентны. Если бы госпожа Вайкула при всей их неуважении сказала, вы знаете, я певица, но давайте вот эти все политические вопросы, Крым и так далее, не ко мне. Может быть, и не случилось бы всего дальше, чего случилось, и в результате она там нажила себе кучу врагов. Действительно, когда речь идет о политике, почему-то каждый думает, что он может то, что ему вот сбрело в голову, обязательно высказать, и что это, знаете, должно даже претендовать на истину в последней инстанции. Эти ситуации социальные, я имею в виду социально-политические, наиболее сложные. Вообще социальная реальность самая сложная. Почему-то думают многие, что вот раз этот выпускник физик или там математик, значит, он умнее, например, выпускника маркетолога, социолога или политолога. Это очень спорно, так говорить, потому что социальная реальность, она же значительно сложнее. Вы представьте себе, появляется в социальной группе лидер какой-то новый, и сразу ситуация меняется. Это социальные процессы, например, не могут быть легко описаны в количественных терминах. Поэтому здесь часто другого пути нет, как использовать метафоры, аллегории какие-то и другие художественные образы, всем, чтобы пояснить ситуацию. Это тоже не всегда так просто. И это также не всегда просто, совершенно верно. Он просит, по-моему, о том хорошем анекдоте или афоризме, ну, замечательном, когда кто-то написал, ему уже, он уже ближе к пенсии, человек говорит, слушайте, я всю жизнь жду, когда мне пригодится косинус и синус, но пока не пригодился, да, вот из этой серии. Но вот, может быть, завершая, все-таки вот об этой программе, с которой мы начали, программа «Балтий смертной академии», это, я так понимаю, сейчас программа рассчитана на три года, да, если мы говорим о бакалавре, или эти четыре. Мы сейчас готовим новую аккредитацию, и точно так же, как предыдущие годы, мы рассчитываем на то, что это будет так называемая, опять аккредитация, следующая уже, аккредитация программы профессионального бакалавра. Есть академический бакалавр, это трехгодичная программа, 120 кредитных пунктов, и есть четырехгодичные программы, это программы так называемого профессионального бакалавра. Это уже на ступеньку выше. Это чуть-чуть выше за счет чего? За счет того, что там предусматриваются практики вне аудитории. Вот эти дополнительные усилия, часы, они требуют более длительной подготовки. Поэтому в дипломе записывается не просто бакалавр маркетинг. Вот в нашем дипломе сейчас записывается. А если бы было трехгодичное, то мы бы, скорее всего, записывали только одно. Но есть еще и магистратура. Есть магистратура. Правда, по маркетингу, рекламы и пиар нет в Балтийской академии магистратуры пока что. Но зато есть смежное, похоже, это магистратура управления человеческими ресурсами. Это даже объединяет все. Они совместимы, да. Так что у тех, которые хотят прийти к нам учиться и закончат, потом есть перспективы. Одна, например, наша выпускница нашей программы сейчас учится на программе человеческие ресурсы и разрабатывает тема у нее сейчас использование социальных сетей русской православной церковью Латвии. Можете себе представить? Невероятно, да? Оказывается, это целая... Да, это целая технология. И вот она видит, как большой интерес к этому, но часто очень недостаточной информации, скажем, на сайте русской православной церкви Латвийской. И вот она хочет внести свой вклад, изучает, как это делают другие церкви. Церковь будет разрабатывать проект оптимизации работы этих ресурсов этой церкви. Профессор Селаткача у нас был в студии. Большое спасибо. Большое вам спасибо.